Сюда доставляются пациенты скорой помощи, которые страдают от коронавирусной инфекции. В дальнейшем поднимаются в стационар ковидный госпитал. Мы идем для того, чтобы помогать людям. Это тяжелый труд, но нам надо все равно эту работу делать. Если каждый будет человек уходить, то и работать-то некому будет. Но в стационар просто так не войдешь. Сначала надо создать двойную защиту от вируса. Пара перчаток, маски, все открытые места закрывают скотчем. Рискуют все, от санитарок до докторов. Но в строю против ковида важен каждый солдат. Чаще всех переступает черту в красную зону заведующий госпиталем Владимир Михайленко. Сам он уже дважды переболел ковидом, и это только усилило желание каждый день биться с вирусом. Первый шаг в самое тяжелое отделение – реанимацию. Многие пациенты попадают сейчас именно сюда. У коронавируса резко увеличилась скорость течения болезни. Пациенты сейчас, как правило, поступают в тяжелом состоянии за значимым большим поражением легких. Они все требуют практически вентиляционной поддержки, респираторной поддержки. И достаточно много пациентов находится на лечении в отделении реанимации. Перевооружили под красную зону терапевтическое отделение Азова еще в первую волну. А несколько кабинетов законсервировали. Думали ненадолго. Так и остались островки чистой зоны среди госпиталя. Мы, конечно, когда уходили, когда его консервировали, надеялись быстро вернуться. Поэтому часть комнат у нас осталась чистой зоны. Вот. Но этого пока, к сожалению, не случилось. Как солдатики. Девочки, ваши умнички. Все. Буквально все. Спасибо. Это очень приятно. Это сейчас 60-летняя Галина Дроженко может говорить и благодарить. А попала в госпиталь с 70-процентным поражением после того, как полмесяца пролежала дома. Я боялась попасть в больницу. Но когда я сюда попала, дай бог им всем здоровья, тут же на тележечку посадили, привезли. Все анализы сделали. Я как будто в коммунизм попала. Да, бояться надо не белые халаты. В первую волну заражение коронавирусом можно было определить по потере вкуса и нюха. А сейчас этот признак отошел на второй план. Проявляется меньше, чем у половины заболевших. Ковид совершенствуется и все чаще проявляется другими симптомами. Диарея, тошнота, рвота на фоне высокой температуры и интоксикации. Когда я приехала сюда, я вообще не могла ни ходить, ни говорить, ни бежать. За эту неделю доктора, конечно, очень многое сделали для нас. Стараются с утра до вечера. Отборочные. Отборочные это самое. Вот, посмотреть. Ну, никак не получается пока. Нам по телефону сообщают, какие, как говорится, как играть. Встретились в одной палате два футбольных болельщика. Водитель Петр Бондарь и строитель Николай Саранча. Это сейчас они смеются и ждут отрицательный тест на ковид. Еще несколько недель назад Николай был в реанимации. А это первый шаг от реанимации к выписке. Пока через терапевтическое отделение. Ой, золотой человек. Спокойный. Все так добренько. Спасибо всем, девочки. Что можно еще сказать? Будьте здоровы. Спасибо вам большое. Главное, к чему призывают врачи – привиться. Надо защитить себя, своих близких. К сожалению, наше население в некоторой части, несознательной части, не прислушалось. И это не дало возможности создать иммунную прослойку, которую рекомендовали нам эпидемиологи. То есть более 60%. Это работа на износ докторов. Это выбывание докторов из строя в достаточно большом количестве. Пожалуйста, помогите нам спасти нас, вас, всех наших родных и близких. Защищайтесь. Коронавирус существует. Коронавирус – это тяжелое заболевание. От коронавируса, к сожалению, умирают каждый день люди. Конечно, и с вакциной эту инфекцию можно подхватить. Но она защитит от тяжелого течения болезни и попадания в такую неуютную красную зону. И даст возможность немного снизить нагрузку с медиков. Всеволод Гимбут, Николай Кубышкин, Дон-24, Азов.